Привет, друзья! Приятно вас снова видеть, и сегодня мы начнем разговор о составных словах. Это у нас будет первая часть урока, и сегодня рассмотрим первые два слова. Почему мы называем эти слова, о которых пойдет речь, составными? Потому что они состоят из двух частей. Первые два слова, которые мы сегодня рассмотрим, это слова, начинающиеся со слов every, каждый и no, no как отрицание. А вторая часть у них будет общая. One, thing, body и where. One, один, thing, вещь, body, тело и where, где. Итак, прибавляя к этим частям другие слова, мы образуем множество новых слов. Итак, сегодня, как я уже сказал, речь пойдет о словах, начинающихся с every и no, а завтра мы поговорим о более немножко сложных словах, таких как any и some, потому что нам есть особенность использования. Но сегодня проще. Итак, берем первую часть слова every, каждый, и получается everyone, каждый, everything, все, речь об неодушевленных предметах. Everybody, опять каждый. И everywhere, везде. То есть где, every слово, само по себе, переводится как каждый, то есть каждый объект. И если мы используем everyone и everybody, у нас идет речь об одушевленных предметах. Everybody и everyone, в принципе, они равны эти слова, да? Everything, каждый, но тут уже объект, каждый объект неодушевленный. И everywhere, везде. Зачастую мы переводим everybody и everyone как все. Но у этих слов, вроде бы в русском языке, все это множественное число, да? Все машины, все автомобили. В английском языке, когда мы имеем в виду everyone, everybody, everything, мы говорим об единственном числе, и вот эту особенность нужно понимать. Почему? Потому что вот эти слова, everyone, everything, everybody, они означают хотя бы, как сказать, общность, группу, да, объектов, но говорят о каждом непосредственном объекте в группе. То есть все автомобили, тут лучше перевести как каждый автомобиль, да, из группы. И эти слова еще, да, определяют именно группу объектов. То есть они относятся не ко всему, потому что all cars, все автомобили, это all cars, все автомобили. А every car, каждый автомобиль. Имеется в виду какая-то определенная группа автомобилей. То же самое относится как everyone, каждый, допустим, everyone in our department, каждый человек в нашем отделе. Everybody in our department, каждый человек, опять же, в нашем отделе. Как видите, здесь у нас, можно сказать, перевести как все люди в нашем отделе, да, либо все сотрудники нашего отдела. Подразумевая каждый сотрудник нашего отдела. Группа, общность какая-то объединяет этих людей, эти объекты, да. Поэтому вот эти слова составные, которые будут начинаться с every, everyone, everything, everybody, они используются в единственном числе. Everyone in our department knows how to do it. Каждый человек в нашем отделе знает, как это делать. Вы заметили, что в настоящем времени я использовал окончание с единственного числа. Everyone in our department knows how to do it. Либо everybody in our department knows how to do it. Да, каждый человек в нашем отделе знает, как это делать. Everything. Опять, каждая вещь уже тут имеется в виду, да, потому что thing – это вещь. Знаете, я буду говорить. Thing – вещь. Everything. Опять, каждая вещь, это слово, да, переводится. Everything that needs to be done will be done. Все, что должно быть сделано, будет сделано. Я вот перевел это слово как «все», да, но можно сказать, что everything that needs to be done, да, как говорится, что каждое дело, которое необходимо сделать, will be done, будет сделано. Everything that needs to be done will be done. Опять, everything – это каждая вещь, каждое дело в данном случае, в примере. Единственное число. Everything that needs to be done will be done. I know everything there is to know about this subject. Я знаю все, что необходимо об этой теме. I know everything there is to know about this subject. Ну, это такое сложное предложение, сложно составное, да, но неважно. Everything. I know everything there is to know about this subject. То есть я знаю все, что необходимо об этой теме. И у нас еще остается слово everywhere – везде. Everywhere in our city you can find this book. Где угодно, в любом магазине нашего города, ты можешь найти эту книгу. Everywhere in our city you can find this book. Everywhere – везде. Итак, со словом every, честно говоря, все очень просто, тут даже не требуется объяснений. А теперь перейдем к словам составных, которые начинаются с частей to know. И точно так же у нас будет часть четыре слова, да. No one – никто. Nothing – ничто. Nobody – никто опять. И nowhere – нигде. То же самое, как с every, да, everyone и everybody, no one и nobody, они одинаковые слова. То есть это слова, которые переводятся совершенно одинаковые. Просто два варианта одного слова. No one – никто. Nobody – никто. Nothing – ничто. Nowhere – нигде. Особенность предложений с этими четырьмя словами. Дело в том, что в русском языке у нас присутствует столько отрицаний, сколько нужно. Допустим, никто не знает правды. Два отрицания. Никто – это первое отрицание, потому что там есть отрицательное число «ни». Никто не знает. То есть два отрицания. Никто не знает правды. В английском языке у нас присутствует предложение всегда одно отрицание. Поэтому, если мы используем слова, начинающиеся с no, no one, nothing, nobody и nowhere, то по сути, хотя и предложение является утвердительным, в нем все равно присутствует отрицание в самом слове. Поэтому нам нет необходимости использовать какие-то отрицательные структуры с глаголами вспомогательными don't, doesn't, won't и так далее. Допустим, nobody knows the truth. Никто не знает правды. Как заметили, в русском языке у нас два отрицания. Никто не знает. В английском языке у нас, как получается, no one knows the truth. Никто не знает правды, но предложение, по сути, утвердительное. No one knows the truth. То есть в английском языке всегда одно отрицание. Либо оно формируется с помощью вспомогательных глаголов, либо, в данном случае, используя вот такие слова, начинающиеся на no. No one knows the truth. Либо no one can do it. Никто не может этого сделать. No one can do it. Как видите, опять предложение утвердительное. Потому что can, модальный глагол, much, у нас в утвердительной форме. Can do it. Может сделать. Но само слово no one, либо nobody. Nobody can do it. Никто не может этого сделать. То есть в английском языке одно отрицание. Nobody can do it. Nothing will be done unless you do it. Ничто не будет сделано, если только ты не сделаешь этого. Nothing will be done. Опять, предложение утвердительное. И в английском языке одно отрицание. Ничто не будет сделано, если ты этого сам не сделаешь. Nothing will be done unless you do it. Я использовал союз unless, если только не. Nothing will be done. Ничто не будет сделано, unless you do it. Если только ты этого не сделаешь. Nowhere. This book can be found nowhere. То есть дословно, эта книга может быть найдена нигде. То есть по-русски мы так не скажем. Мы скажем, что эту книгу нигде не найти. Нигде не найти два отрицания. В английском языке отрицание одно. Опять же, либо в отрицательной форме предложения, либо используя в данном случае слово nowhere. Нигде. This book can be found nowhere. То есть эту книгу нигде не найти. А если дословно переведем, получится, эта книга может быть найдена нигде. This book can be found nowhere. Итак, вот сегодня мы с вами прошли два составных слова. Точнее восемь слов у нас получилось. То есть они начинаются либо с every, либо с no. И особенности этих двух слов я рассказал. Завтра мы поговорим о таких словах, которые начинаются с any. То есть anyone, anything, anybody, anywhere. Либо с some. Someone, something, somebody, somewhere. Особенность этих слов. Там есть некоторые заковырки. Потому что некоторые из слов будут использованы в опорсительных предложениях, другие в отрицательных. Но там будут исключения. Так что завтрашний урок будет интересный. Не пропускайте. Подпишитесь на мой канал. И see you later, guys. Спасибо. 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 Спасибо.